Здравствуйте, коллеги! Вот мы начинаем с вами, или уже продолжаем наше знакомство с литературой и как она может быть использована. Я опять сделала всё в виде вебинара, чтобы не мучиться с книгами, но прежде чем мы начнём вебинар, я всё-таки книжечку, про которую мы говорим, и которую будем обсуждать, покажу, какого она размера, то есть очень небольшая, приятная, значит, можно на коленках посмотреть, можно на столике. И для сравнения хочу вам показать книгу. Это не то, что... Ой, у меня показывает низкий уровень заряда, извините, отвлекусь сразу. Секундочку, секундочку. Хорошо, что всё рядом. Значит, вот эта книжечка, она очень небольшая, да, очень удобная, просто её приятно подержать в руках. А за рубежом, значит, я просто хотела прокомментировать и покажу вам тоже её получше. Ну, сравните, да, как бы. Все книги, которые посвящены лабиринтам, особенно интересующие меня теми, интересовала меня архитектура города и городские лабиринты, потому что я рассматриваю лабиринты в составе курса, про который тоже потом расскажу. То есть, каждая же книга должна куда-то вписываться. Мы же не просто получаем удовольствие от книги, хотя удовольствие от книги тоже полезно. Вот. И если... К презентации, вот. И таким образом получается, что для города они делают гораздо за рубежом больше по объёму книги. У нас есть сейчас много лабиринтов переведённых. Вообще, эта литература очень обширна, как вы, наверное, имели возможность убедиться. Ну, вот я, например, заглянула на одну из страничек, какие лабиринты сейчас выпускаются. Это я брала, да, лабиринты зарубежные. Их очень-очень много. Это просто вот как бы я отобрала ту картинку, в которой лабиринты вот так нагляднее, может быть, видны. Их, этих страничек очень много. Вот. И вот хотела вам показать как раз ту страничку с лабиринтами городскими. Это достаточно толстая книга. И здесь всегда нужно найти поиск, осуществить поиск по городу. Именно поэтому я рассматриваю лабиринты в своём курсе по конструированию как раз как одну из составляющих работ по знакомству с конструированием, как упражнение по конструированию. Мне представляется это крайне важным. И, значит, на самом деле такие же лабиринты являются очень важными и для курса по безопасности. Потому что ориентация в пространстве одна из важных составляющих обеспечения собственной безопасности. Что такое лабиринт? Ну, наверное, даже и смешно об этом говорить. Ведь каждый из вас знает, мы понимаем, что лабиринт – это одно из древнейших наследий человечества. Это Микена, извините. Это Критоминойская культура. Это знаменитый Минотавр, сын царя Миноса. Поэтому считается, есть такая легенда, что царь поместил, построил для своего быкообразного с головой быка сына специальный лабиринт, куда отправляли на жертву, как жертву девушек, чтобы сын их съедал. Ну, как бы мы все знаем эту знаменитую легенду. Есть замечательный мультфильм по этому поводу. Значит, как из этого лабиринта помогает выбраться дочь царя Миноса, помогает выбраться своему возлюбленному, который ее с успехом потом бросает. Но неважно, это уже к лабиринту не относится. Но если только к лабиринту чувств. И на самом деле считается, что этот лабиринт – как бы идеальное отображение знаменитого Кносского дворца. Видите, он даже здесь вписан, вот на этой картиночке вписан в этот дворец, потому что дворец был полон таких маленьких помещений, которые перетекали одно в другое. Таким образом, что его тоже, в общем, приравнивали. Он и лег, как бы стал идеальным символом лабиринта. Но началась история книг про лабиринты вовсе не с дворца Миноса, конечно, а с фильма, который вышел в 1986 году. Не знаю, как там ваши дети или вы сами, наверное. Значит, тогда вы были достаточно молоды. Но у меня дочка была просто, очень любила этот фильм. Его так купить было невозможно, поэтому она его привезла из Америки. И мы, помню, с этим фильмом познакомились, смотрели его, но чуть ли не каждый день. Фильм, конечно, очень хороший. Но и вот с этого момента начали появляться первые такие книжечки о лабиринте. Конечно, здесь их не осталось. То есть я не смогла найти книжки такие, столь дальние или столь далекие от нашего времени, чтобы можно было его, значит, чтобы вам можно было его легко показать. Итак, мы переходим к той самой книге, которую выпустила Мозаика Синтез, которая называется «Сказочные лабиринты». Мне очень нравится здесь оформление. То есть если вы обратили внимание на предыдущих слайдах, все-таки очень механистичное изображение лабиринтов. Это, конечно, игра, но это игра для более взрослых, как вы понимаете. И не случайно, кстати, сказать, обратите внимание, что ведь я вам показала картинку, сейчас еще вернусь к ней, секундочку, вот этих городских лабиринтов. При том, что, да, я ее использую, но в первую очередь я даю играть ее детям. Так вот, ни одна из книг, я просто сейчас не нашла других книг, потому что фактически отовсюду, где я могла только найти книги про лабиринты, я привозила детям эти книги. Ни одна из этих книг не оказалась заполненной. То есть они в них не играли. Может быть, они в более старшем возрасте начнут в них играть. Но вот пока эти книги лежат нетронутыми. Именно в силу того, что достаточно, вот как вы видите, механистичны и не обладают вот той теплотой, которая обладает вот эта вот книжечка, которую мы сегодня рассматриваем. Ну, как ее можно использовать? Можно использовать гораздо больше, чем тремя способами, да, но я вот вам предлагаю обратить внимание на три. То есть просто как игру, чтобы ребенок, заполняя эти лабиринты, запоминал или вспоминал сказки. А может быть, не запоминал и не вспоминал, а просто играл. Но во всяком случае это просто игра. Можно это рассматривать таким образом. Если ребенок наперевык, например, к семейному чтению вслух, и мы рассматриваем этот лабиринт дома. Ой, да, я тут вижу, как звук вопрос. А между прочим, я даже не спросила, как меня слышно и видно, несмотря на то, что было сообщение о том, что неустойчивая связь. Спасибо большое. Вот я вижу уже ответы на незаданный мной вопрос. Спасибо. Итак, если ребенок не привык к семейному чтению, то... Спасибо. Это лучший момент начать читать сказки вслух. Это тот момент, когда ребенок раскрашивает лабиринт, то есть заполняет лабиринт. И все это понемногу. Лучше всего начинать с той сказки, которую он в данном случае проходит, потому что, как вы увидите, дальше недостаточно четко, а в некоторых случаях вообще нечетко, отражено содержание сказки в лабиринте. Но это даже и не важно. Главное... Ну, это мы разберем в следующем, когда будем рассматривать непосредственно сами картинки. Далее, как настройку на проектную деятельность или подготовку к работе, к конструктивной работе. Имеется в виду, что представляется, опять же, одним из очень важных элементов по конструированию. Это конструирование своей деятельности в детском саду. То есть ребенку предлагается нарисовать план того, что он делает в детском саду. Или из чего состоит, например, его завтрак. То есть какие процессы соединяются друг с другом, когда он завтракает. Ну, то есть все зависит от степени сложности, это зависит от группы и так далее. То есть ребенок должен уметь как бы выстраивать зрительно и переносить это на бумагу свои процессы. Может быть, на первый взгляд, то, что я говорю, кажется сложным. И, может быть, кто-то считает, что для ребенка это невозможно. Но на самом деле это не так. И вы, как только начнете решать эти задачи или применять это в своей деятельности, вы увидите, как дети любят это делать. Итак, вот я вам показываю просто первые две картинки. По-моему, это первые две. Может быть, первые и третьи. Значит, это Али Бабай 40 разбойников. Кто слушал меня предыдущие разы, он легко может вспомнить, что у нас азбуки. Кто слышал мои азбуки, он помнит, что начиналось у нас все с Али Бабы. Итак, этот Али Баба. Вот, как мы видим, что он вот в данном случае, по-видимому, ищет своих разбойников в дупле дерева. И мы видим, что это не совсем связано со сказкой. Тем важнее, может быть, когда ребенок начинает эту игру, тут видите, он должен по веточкам пройти куда-то. Эту игру хорошо бы сопровождать чтением сказки. Гуси-лебеди более привязаны к сюжету. Как мы видим, здесь есть все узнаваемые элементы. Печка, яблоня, да, и, значит, соответственно, дом, где живут гуси-лебеди и так далее. И таким образом, вот здесь более для ребенка четко это изображено. Тем не вара, не менее. Значит, и вот мы здесь видим еще один разворот. Разворотов гораздо больше, как вы понимаете. Это вот кот в сапогах. И здесь тоже есть, здесь не так сильно он, опять же, привязан этот лабиринт к сюжету. Поэтому, скорее всего, важно очень именно прочитать кот в сапогах, пока ребенок это делает. Вот. Или, значит, просто вместе с ним, или просто понаблюдать, как он выполняет это задание. И то же самое с Эйболитом. То есть, фактически, эта книжечка, она, конечно, как я по своим оговоркам все время допускаю это, оно все-таки для, больше для индивидуальной работы. То есть, эта книжечка может быть в уголке активности, которая связана с чтением, или в каком-то другом уголке активности. Это может быть и в уголке активности, которая связана с театральной деятельностью, как это ни странно звучит. Это может быть просто в уголке, где ребенок хочет побыть один. Но в основном, конечно, удобнее сопровождать эту книгу дома, как мне представляется. Но ведь у нас такие креативные воспитатели, что они могут придумать множество всяких заданий, которые сейчас, например, не приходят в голову. И, конечно же, поскольку здесь задания достаточно сложные, например, с деревом, который я вам показывала, здесь трудно ребенку догадаться, как пройти. У нас в конце книги, как всегда, показано множество, несколько разворотов, которые охватывают все содержание и подчеркивают, здесь проложены те пути, которые как раз должен ребенок пройти. Если вдруг, что часто случается, я наблюдала эти процессы, вы видите, что ребенок сначала смотрит в подсказку, а потом идет ничего страшного. То, что он делает, это называется прототипирование. Не копирование, а прототипирование. То есть он должен найти потом вот эти вот те же самые элементы и отразить их просто на другом плане. Поэтому не надо его отдергивать, пусть он работает, как ему удобнее. Это не значит, что в следующий раз он не захочет пройти лабиринт, который ему уже знаком. Еще раз. Если вы видите, что книга освоена ребенком и он уже прошел все элементы, то можно купить еще одну, просто чтобы он уже мог по чистому полю пройти новые, вновь вот эти вот сказки. Не исключено, что может так быть, что эта трата будет пустой, потому что ребенок может и не захотеть повторно работать с лабиринтом. Такое тоже случается. Но когда мы приходим в те, например, если мы попадаем в какой-нибудь кафе, где детям дают не только раскраски, но вот как в шоколаднице все время издают какие-то лабиринты, и поскольку эти лабиринты одни и те же все время, то, значит, собственно говоря, в третий, в четвертый раз ребенок еще заполняет их. Но уже на пятый, шестой видно, что, собственно говоря, ему это надоело, когда одно и то же годами повторяется. Это понятно. А сейчас я хочу перейти и показать вам, что у нас получается, когда мы, значит, вот очень много занимаемся этими лабиринтами. Вот это деятельность моей внучки, которой много, которой очень нравится, это планирование. И вот, значит, первый лабиринт ее, это как от Бабы Иры, Бабы Иры это я, пройти к дедушке Илюше, значит, это мой папа. Вот, и вот, видите, она вполне наглядно отобразила все важные этапы. Никто ей не подсказывал, это ее личное творчество. А вот, да, Лиза, да, это вот абсолютно точно. Можно откопировать, и потом, значит, раздать детям, да. Можно, значит, действительно заламинировать. Спасибо большое за подсказку. Да, она полезна. Вот, и дальше она уже рисовала карты. То есть, это ее, вот эта карта, даже не помню, чему посвящена. А дальше она перешла, как видите, к планированию деятельности в виде вот этих, значит, лабиринтов. Здесь вот плохо видно, надо, я просто боялась увеличивать, но, наверное, я неправильно, я разместила четыре разных работы. По времени они расположены вот так вот, первый, второй, третий, четвертый, но этого даже сами могли бы догадаться. Вот, и в зависимости вот от различных лабиринтов, она двигалась таким образом без какой-либо подсказки с моей стороны, и даже без постановки заданий. Этих работ гораздо больше. Я просто хотела их вставить потом в курс конструирования. Но вот мне было очень интересно с ней работать в этом направлении, получать эти результаты. Мы потом вместе с ней их рассматривали. Как вы видите, очень разные решения. Каждый раз решение оправдано поставленной задачей, то есть она себе ставила задачу. И вот видите, постепенно перешла от передвижения на местности к передвижению в пространстве. То есть, как вы видите, вот это уже очень похоже на карту звездного неба, а это карта наших с ней планов. Ну, сейчас эти карты продолжаются. Они стали, значит, еще более интересными. И как используется в конструировании. Но понимаете, конструирование ведь это же не только как бы поставить кубик на кубик. Значит, конструирование... Я немножечко задерживаю, да, но просто мне очень важно объяснить это. Это ведь конструирование, это не только конструирование пространственное, это конструирование временное, это и конструирование процессов. Ну, например, вот мы, значит, ребенок приходит в детский сад, да, то есть действие разобрать подробно, что он делает, когда он приходит в детский сад, это очень интересно. Это и для знакомства с детским садом полезно для ребенка, но это очень полезно и для того, чтобы сконструировать его поведение, да, то есть это полезно для выработки правил. Поэтому конструирование я рассматриваю гораздо шире, чем просто архитектурный процесс, архитектурный или, значит, соответственно, конструктивный. Конструирование это не только робототехника и стем. Это все гораздо-гораздо шире. Фактически конструирование гораздо ближе к логистике, чем принято думать. Логистика – это не только переезд машины из одного города в другой. Вот когда мы выходим из дома, мы тоже ведь конструируем свой выход из дома. То есть мы сначала думаем, куда мы пойдем. То есть если я пойду, выйду и прямо пойду, то я попаду либо к одному метро, либо к трамваю. А если я налево пойду, то я попаду либо к другому метро, либо к транспорту. Но это вот касается меня. Что делает ребенок, какие он действия совершает, когда мама помогла ему раздеться, или наоборот, воспитатель ему помог раздеться, и он зашел в группу. Но мое время закончено, то есть если будут какие-то вопросы, присылайте их нам ПАДА. Мы можем отдельно разработать для вас курс конструирования, если кому-то это будет интересно. Но опять же я пропустил, я всегда это пропускаю почему-то. Рекламщик из меня плохой. Хотела обратить ваше внимание, что у вас остается до... Видите, у нас изменились сроки до 15 апреля, а до 12 мая. Нет, не изменилось. Продолжение следует...